Как утешить человека, если он огорченный в плохом настроении? В первую очередь словами. Ласковое слово лечит. Не жалейте доброго слова. Слова бесплатные, так утешить человека добрым словом. Во-вторых же словами сыт не будешь. Однажды некто пошел в столовую, проголодавшись, ходил туда-сюда, вдыхая ароматы блюд. Вышел повар и сказал, «Вы слишком много вдохнули ароматы наших мант. Дома у вас даже их аромат отсутствует. Значит, вы должны нам заплатить за аромат мант». Оллах, заплатить за аромат мант? Конечно, ведь вы насладились ими. Будьте добры заплатить. Но и этот человек оказался не так прост и сказал, «Ну слушай тогда». Начал звенеть монетами в ладонях и спросил, «Слышал? Этот звон монет плата за аромат твоих мант. Так что послушай хорошенько». Так вот, слова – это, конечно, хорошо, однако голодного песнями не присытишь, ровно так же, как и ароматом. Необходимо оказывать реальную помощь. К примеру, ваша жена каждый год покупает вещи, а старую одежду носит на чердак. Пол чердака у вас голубятня, пол чердака завалено вещами. Так почему бы не раздать эту одежду сиротам, нуждающимся? И то больше пользы будет. У Елизаветы, королева Великобритании, платье с нумерацией. То есть она каждый день надевает новое платье. Но не гоже оказывается королеве повторяться в нарядах. Например, наряд с датой 2017-1301 она наденет только в этот день, а платье с датой 2017-1401 только в этот день. У нас в Кыргызстане, если не половина, то одночетвертое население, уже точно как королева Англии, не надевают одежду дважды. Сколько у всех ненужной одежды хранится в мешках? Отнесите же их нуждающимся соседским ребятишкам, и они будут носить. Нужно отдавать и благами. В холодильнике у тебя хранится бараний жир, жена говорит, что ты поправился или у тебя переизбыток холестерина. Тебе нельзя. А у соседа и этого нет. Ты настолько в достатке, что если зарезал барана, не ешь его внутренностей. Они застаиваются у тебя в холодильнике, и в конце концов все идет на корм собакам. Так отнеси в свежем виде тем, кому они нужнее. Уважаемые братья и сестры, вы иногда поите свою собаку молоком, в то время как ваш сосед сидит голодный. Поэтому, уважаемые братья и сестры, по мере возможности, следует обрадовать человека денежными средствами, другими благами. В общем, утешьте всем, чем можете. Следующий вопрос. Если кто-либо пришел к тебе с извинениями, прими их, обрадуй его. У человека были добрые помыслы. Он хотел как лучше, но совершил ошибку. Если он сожалеет, то прости этого человека ради Аллаха. Да, он ошибся. Однако принять приносимые извинения – признак благого нрава. Однажды на середине Финди, отправляя сына за водой, отдал ему в руки кувшин и дал подзатыльник. Когда ошарашенный сын спросил, за что, Финди ответил, если бы ты, набирая воду, разбил бы кувшин, то я дал бы тебе по башке, но кувшин было бы уже не вернуть. Поэтому я ударил тебя в воспитательных целях сейчас. Сын, не разбей кувшин. Суть анекдота в том, что было, то прошло. Ты же, если некто попросил прощения, научись принимать слова извинений. Так как существует хадис, в котором говорится «Прощайте, будьте милостивы и великодушны». Воистину Всевышний любит милостивых. Следующие, уважаемые братья и сестры, не забывайте дарить подарки. Бывают у вас дома гости, вы зарезали козленка на виду у всех. Видел это и твой нуждающийся сосед, у которого дома ни супа, ни курицы или индюка, чтобы зарезать. Нет и друзей-охотников, которые могли бы поделиться с ним. Конечно, в глубине души он будет надеяться на тебя, и ты, поделившись чашкой супа, с кусочком мяса, обрадуешь соседа. Ты приезжаешь с рынка и выгружаешь продукты пакетами, коробками. Там есть и бананы, и апельсины. А соседский бедный мальчишка не то что бананов, яблоко дома не видал. Поделись двумя бананами, апельсином, и ребенок будет в восторге. Необходимо уметь отдавать. Ученые говорят, приехав с покупками, не давайте их своему ребенку на виду у всей ребятни, если не собираетесь делиться, чтобы соседские дети не почувствовали зависти. Во времена нашего пророка Мухаммада, алейиссаляту ассалям, произошла интересная история. Был в то время мунафик по имени Абдулла бин Убай, распространявший среди своих людей ложный аят о том, что они те, кто будут почетными жителями Медины, и те, кто выгонят мусульман. На самом деле этот аят означал в точности да наоборот. Зайд бин Аркам, услышав это, сообщил пророк алейиссаляту ассалям. Когда пророк Мухаммад саллаллаху алейиссалям, подозвав этого невежу, спросил, правда ли то, что он распространяет ложный смысл аяты, тот без зазрения совести начал клясться именем Аллаха. Клятве именем Аллаха нельзя не поверить, и пророку алейиссаляту ассалям пришлось его отпустить. Зайд бин Аркам так расстроился, что пророк алейиссаляту ассалям предпочел поверить притворным клятвам невежа, нежели ему, праведному мусульманину. Он целый день не находил себе места. Казалось, дом, одежда и даже вселенная теснили его. И в один из дней он на своем пути встретил пророка алейиссаляту ассалям. Пророк алейиссаляту ассалям подошел и помассировал мое ухо, рассказывает он. Тогда я еще был юнцом и подумал было, что он хочет меня дернуть за ухо. Однако он не сказал ни слова и улыбнулся мне. В момент, когда он мне улыбнулся, я был настолько счастлив, был в таком восторге, что если бы мне предложили обменять этот восторг на жизнь вечную, я бы ни за что не согласился. Значит, можно поднять кому-то настроение просто и самым малым, искренней улыбкой или хорошим отношением. Сколько школьников идут пешком домой? Возьми одного попутно, этот элементарный жест обрадует его. В свое время, когда я был бедным студентом в Бишкеке, ко мне подошел один знакомый и дал 200 сомов. Это были времена девальвации, и эти 200 сомов казались для меня нескончаемой суммой. Тогда я только приехал с деревни и не знал, что сдав две бутылки из-под кефира, можно получить одну бесплатно. Этому и паре другим житейским хитростям он меня научил. И по сегодняшний день я вспоминаю этого человека и его доброту, каждый раз, когда вижу 200 сомовую купюру. Возможно, это была незначительная сумма для него, однако его добрый шесть оставил неизгладимый след в моем сердце. Поэтому, уважаемые братья и сестры, важно уметь радовать людей.